Приветствую вас, Александр. Я думаю, что вы определенно свой вопрос задавали, находясь в стропанных чувствах, потому что там достаточно много у вас есть противоречия и противоречия. Я хочу в вашем тексте и, к сожалению, на мой взгляд, есть моменты, где вы противоречите себе прямо-таки уж достаточно сильно. На что я бы хотел, конечно, обратить ваше внимание. Не уверен, как выказать на этот. Ну, начать я бы хотел, наверное, в первую очередь, со следующего. С того, что вы спрашиваете нас, как быть, вот, как быть вам. А вам. Но мы не знаем, как вам быть, потому что жизнь-то она ваша, но проживать ее нужно вам. Если вы говорите, например, что у вас дружеские отношения с начальником, да, с руководителем, вот, это, конечно, хорошо, но... Как будто бы вы вкладываете в эту дружбу не просто дружбу и не только дружбу, а как будто вы в это вкладываете что-то большее. Как будто бы вы вкладываете в это изрядную долю своих ожиданий. Как будто бы вы вкладываете в это то, что вас, ну, как-то вот должны оценивать, ценить и так далее. И, может быть, вы, конечно, и правы, но что делать, если этого не происходит? Вот, собственно, вы, как мне показалось, в своем, в своей истории, да, в своем тексте как раз и столкнулись с тем, что вот как раз ваши ожидания не соответствуют действительности, вот, к сожалению. И от этого вам больно, от этого вам тяжело, от этого вам неприятно, вот, но, как бы, судя по всему, вы все равно продолжаете на что-то надеяться. Как мне показалось, вот, хотя, по большому счету, как бы вы не находились в определенных иллюзиях относительно, ну, вот, относительно и своей ценности для населства, и, в принципе, какого-то вот, ну, построения отношений, да, с, ну, с человеком, я имею в виду. Ну, вот, то есть, тут, на мой взгляд, конечно, вот, очень важно, как вы, вот, в целом, сами, к себе относитесь. Вот, потому что, если есть какое-то расхождение, то могут быть серьезные проблемы. Итак, на работе сложилась неприятная ситуация, пишите, вы, мне 25 лет. Ну, вот, здесь вопрос, возникает, на мой взгляд, сразу, вопрос такого рода, какое значение для вас имеет возраст, и имеет ли он для вас, ну, вообще, значение возраст. Если да, то какое имеет значение для вас, соответственно, что вы вкладываете, ну, вот, он, ну, вот, что вы вкладываете в него, вот, свой возраст, да, да, непосредственно, вот, что вы вкладываете конкретно в свой, в свой возраст, и вкладываете ли вы в него что-то, это важно. Дальше, я являюсь одним из тех сотрудников, который приносит самый большой доход компании. Я думаю, что, конечно, могу ошибаться, но мне показалось, что вы себя, вот, пытаетесь, как будто бы таким образом, знаете, ну, как будто вы себя таким образом пытаетесь оценить выше, вот. Конечно, нет ничего плохого в том, что вы пытаетесь себя оценить выше, но мне кажется, что опираетесь в данном случае вы больше на оценку извне, вот, нежели чем на себя. То есть, ну, проблема в том, что ваша ценность – это внешняя история. Не ваша, ну, внутренняя, а именно, вот, внешняя история. Из-за этого вы, по сути, рискуете быть зависимым. Ну, по факту-то, как мы понимаем, в общем, так и получается, что вы зависимый от начальника, от коллектива и так далее. С руководителем непосредственно были дружеские отношения, ну, собственно, что это означает. Неделю назад мне сказал, что до конца года у меня остаются самые дальние и частые командировки. Вы знаете, это немного странно звучит, что он, если вот он пришел к вам или вы к вам пришли, я сказал, что у тебя, знаешь, самый длинный, самый частый и тяжелый командир командировки. Ну, немного это странно звучит, потому что это очень непривлекательно, как мне кажется. То есть, мне кажется, что ваш начальник, он мог бы, ну, и должен был, наверное, как-то это сказать более, ну, более делегатно, более, более мягко, вот. Потому что то, как он сказал это, ну, совершенно очевидно, что вас это должно было, должно было ополкнуть, ополкнуть, вот. То есть, эм, такое ощущение, как будто здесь, эм, знаете, вот, какая-то, эм, провокация, что ли, эм, очень, э, очень, э, похоже это, э, на, провокацию, очень похоже это на то, что вас здесь, эм, просто, э, пытая, ну, пытая, пытаясь, или пытаются, э, э, провоцировать. Вот. Эм, так это выглядит, по крайней мере. Вот. Не знаю, даете ли вы их отсчет, э, э, себе в этом или нет, но вот так это вы, 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 выглядит, именно. Что пытается вас провоцировать, как выглядит это таким образом. Вот. Значит, здесь нужен контекст. Вот. Вот. Понимаете, да? Дальше. А, я пришел в компании самый последний, но из всяких я показал лучшие результаты, когда я буду, и считаю, что у меня есть право выбора, э, первое выбрать, куда я буду ездить в командировку. Может быть, но только если это предполагает ваша организация, то есть, то есть, откуда вы взяли, что вы можете выбирать. Ну, если у вас такое вот, ну, если такая возможность есть, хорошо, а если ее не предоставляют, ну, условно говоря, да, если вот никому такой возможность не предоставляют, то вряд ли такое право выбора есть у вас. Поэтому, так-то вы правы, может быть, но непонятно, насколько это адекватной реальности позиция в данном случае. Вот. Понимаете, да? То есть, э, может быть, может быть, может быть, это так, может быть, вы и, и должны выбирать. может быть, но, как бы, ожидания реально сейчас различаются. Дальше, так, я сказал, это начальник, он ничего не ответил, это начальник на неделю никакого. Ну, если значит ничего не ответил, то же вопрос, конечно, как мне кажется, хороший, что значит ничего не ответил. То есть, просто, просто, просто дал и ничего не ответил, ну, это, на мой взгляд, странно, он мог ничего не ответить, ну, вот, что-то ответить ему нужно, ему нужно. Вот, другой вопрос. Как вы, вот, опять же, ну, повели себя, да, как вы разговор, ну, выстраивали и так далее? Вот, мне кажется, это достаточно важный момент здесь, потому что, если, как-то вот так вот на нервах вы себя подавали и вели, то я, ну, вот, не удивлён, к сожалению, что он так отреагировал. Понимаете, да? Дальше, естественного настроения у меня на неделе никакого. Почему, почему естественно? Чем это для вас так важно оказалось? Вы не подумайте, я не считаю, что должно быть по-другому, но просто настроение у вас упало из-за, ну, из-за чего-то. Мне кажется, важно увидеть, ну, важно увидеть вам, из-за чего оно упало. Вот, если вы в этом не разберётесь, сам, если вы в этом не разберётесь, то ситуация может повториться и в других аспектах, вот, я имею ввиду, в других, ну, в других сферах. Я работаю, всё как нужно, но если я была вечная целая, понимала, с кем сама настроение, теперь все уже боятся, что я, битятся, что я хочу с грустным лицом. Ну, я бы здесь, наверное, больше обратил бы внимание на то, насколько вы, ну, вот, с собой были, и когда поднимали всё настроение, были ли вы с собой и, насколько естественно, вы всё это делали. Ну, вот, потому что, судя по тому, что вы пишете, ну, у меня сложилось такое впечатление, как будто бы вы чуть ли не на убой работали, и чуть ли не на убой вообще, ну, к себе относились, вот, прям, знаете, как, как, как вот, ну, как, как папа Калл, вот, как будто, да, 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 то есть, как бы, вот, вот, прям, ну, очень, к себе, так вот, нечувствительно, к себе, вот, так сказать, и мне кажется, что вряд ли из этого, ну, изначально вообще могло получиться что-то хорошее, вот, по крайней мере, ну, мне так, мне так, мне так, вот, видится что-то, в данном, в данном случае. Дальше, так, хотя никому ни слова больше не сказал, не ныло. Может быть, вы не ныли, вот, и, скорее всего, вы не ныли, но, как бы, недосказанность, которая, вероятно, есть, она, порой, может, влиять на людей сильнее, чем какие-то слова, вот, поэтому, можете мне поверить, но лучше, лучше было бы, если бы вы ныли, вот, то есть, в этом случае, ну, в этом случае, просто, возможно, ситуация, ну, ситуация была бы более, ну, более, более, более понятной, вот. А так, как будто бы все это остается за кадром, понимаете, вот, и, как будто бы, вот, вот, вот эта недосказанность, она давит, вот, и она давит, ну, наверное, и на вас тоже, и на других людей, вот. Конечно, вы можете сказать, какое мне вообще до этого дело, и, вероятно, будете правы, но, тем не менее, обратить на это внимание, наверное, стоит с равным, так или иначе. Дальше, эм, так, моя коллега сказала мне быть поливиселленным и не грешить, потому что совсем надоест быть не такой, и вообще могут уволить, но это, мне кажется, манипуляция, мне кажется, это манипуляция, вот, ну, мне так, мне так, это, по крайней мере, видится, так, что это манипуляция, я, конечно, могу ошибаться, да, но, вот, вы, эм, выглядит это так, как будто вами пытаются манипулировать, вот. И, опять же, вопрос здесь в том, как вы реагируете на это, вот. Не столько здесь вопрос в том, что вам так сказали, а вопрос в том, как вы на это реагируете сами, вот. Дальше, я так обижен на руководстве, не могу надеть перед ними на себя улыбку, ну, ненужно, понимаю, обижаться по-детски, я в поиске работы не так уж и быстро. А-а-а-а, вы понимаете, что обижаться по-детски, но при этом обижается, то есть, это противоречиво, не много, мне кажется, что, если вы понимаете, например, что обижаться по-детски, то, возможно, имело бы смысл поработать с обидой, вот, и, собственно, попробовать посмотреть, что за этой обидой, например, скрывается, вот, попытаться, по крайней мере увидеть, что скрывается за, ну, за вашими обидами, понимаете, да? А то, вы вроде бы говорите, что обиды детские, вы обижаетесь, я в смысле, ну, в том смысле, что ищите новую работу, что-то выглядит, как в некоторой степени бегство, здесь, вот, и, в общем-то, проблема ваших чувств, как мне кажется, ну, не раскрывается. Дальше. Так, свыкнуться с таким раскладом вещей я не могу морально. Что это значит? Что это значит выкнуться с таким положением вещей я не могу морально, вот. Ну, что вы, что вы имеете, имеете в виду? Это как? Как это, вот, понять, морально? Только ли здесь про мораль вы ведете речь? Ну, только ли здесь про это, про мораль? Может быть, речь идет о чем-то другом? Вот. Попробуйте, ну, на это... Попробуйте задать себе вопрос. Ну, в этом направлении. Дальше. Стоит ли специально включать веселую и позитивную через силу перед началом? Нет, не стоит, если вы... Если вы этого не хотите, вот. Не стоит. Совершенно. Точно. Если вам этого не хочется, то не нужно. Вот. Ничего... Хорошего из этого, как правило, не получать. Если, вот, включать... Ну, если включать... Через силу какие-то чувства. Вот. Дальше. Как себя лучше повести? Конечно, хочется добиться снятия компенсировки. Для адректурного весела. Все понятно, что все нормально, все устраивает. Да, возможно. Но, чтобы ответить вам на вопрос, как лучше себя повести, на мой взгляд. Нужно более... Ну, более подробно исследовать вашу личность. Потому что, вот, то, что вы, например, описываете сейчас, да, вот, то, как, ну, то, как вы описываете свою историю сейчас. У меня нет пока представления, какова ваша личность, да, и как вам, ну, действительно лучше было бы себя повести. Вот. Поэтому, я думаю, что сначала надо разобраться вам в себе. А потом уже как-то, ну, разбираться в направлении того, как бы ты всегда с другим. То есть, сначала, вот, с собой, да, сначала, сначала с собой, а потом уже как-то с другим, с другими. Вот. Не наоборот, как мне кажется. Вот. А, ну, примерно. Примерно. Примерно так, я думаю, я думаю, вот, ну, примерно. А, повторюсь, это вот очень такой примерный ответ, который я мог бы вам сейчас дать. Потому что больше информации нет. Потому что больше информации нет. Вот. Ситуация нелёгкая у вас. Это, это безусловно. И я вам, конечно, сочувствую, ну, сочувствую той ситуации, в которой вы оказались. Мне кажется, что, отчасти, то, что случилось с вами, связано с тем, что вы в какой-то момент позволяли себя использовать. Позволяли вами пользоваться. Вот. Возможно, проявляя вот такое, ну, чрезмерное, может быть, усердие в работе, вы создали впечатление у нашего начальства в том, что с вами можно делать всё, что угодно. В том, что вам можно давать любую задачу, вы её выполните, и никаких вообще проблем не будет. Это очень грустно, если это так. Вот. Потому что, в итоге, вы разочарованы, и, ну, ситуация в коллективе, в целом, наверное, сейчас далеко не лучше. Вот. Не то, чтобы меня эта ситуация в коллективе интересовала, да, вот, просто, ну, я понимаю, что он фактически сейчас страдает или страдает, наверное, у всех. Конечно, больше всего, наверное, страдает вы, но проблемы это не решает. То есть, как бы, ну, вот, то, что, допустим, ну, то, что, допустим, мы или я, например, признаю сейчас, что вы страдаете, да, но это, по сути, вам ничего не даёт. Вот, потому что вы не решает. Проблемы ваши по сути дела, по факту. К сожалению. Вот. Поэтому я бы рекомендовал, как-то, вот, больше, ну, больше смотреть в сторону того, что, что вы реально можете сейчас, ну, сделать, да, вот. И, наверное, в первую очередь разобраться в себе, как вы оказались в такой достаточно невыгодной, непростой, я бы так сказал, тяжелой для себя ситуации, вот. Ну, и обида, которую вы испытываете, на мой взгляд, является в какой-то степени, ну, вот, чрезмерной, вот. Не в том смысле, что действия вашего начальника адекватные, нет, а в том смысле, что то, как вы реагируете на это, ваша реакция, вот, она чрезмерная, и как у вас настроение испортилось, на мой взгляд, это достаточно такие вот реакции, как бы сказать, какой-то вот некоторой, знаете, готовности, то есть как будто вы были готовы уже к тому, что вас будут, ну, вас как-то вот из пользы, да, вас как-то, вот, там, не знаю, не знаю, принизят и так далее. Вот такой у меня, у меня, по крайней мере, возникло, такое у меня возникло чувство, вот. Вот, был бы рад, но быть не брат в этой ситуации, был бы рад, ошибаться, о, выглянет, пока что, все, к сожалению. Так, и как вам в этой ситуации быть, повторюсь, можно будет определить только по результатам, ну, вот, по результатам работы с вами, вот, когда будет ясна, вот, в какой-то степени ваша личность, когда будет понятна, ну, ваши ценности, может быть, будет более очевидна проблематика, вот, ну, вот, ну, другая проблематика, которая сейчас не сказать, чтобы была понятна, вот, и, может быть, вы переключите свое внимание на нее, на ту проблематику, а не на ту, которая, которая вот у вас есть сейчас, вот. Так что, здесь нужно смотреть и все зависит от, собственно, вас во многом, вот. Ну, а я хотел бы пожелать вам успехов, вот, профессиональных, творческих и успехов в выстраивании взаимоотношений с начальством, вот, хотелось бы пожелать вам всего самого доброго, вот. Буду благодарен за обратную, за обратную связь, по моему ответу, там, позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего, всего всего наилучшего обращать за помощью, не затягивайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...